Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Александр Попко. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В столице на пожары ИЧС с начала года спасатели совершили 2650 выездов. За это время на пожарах погибли 9 человек. 26 пострадали. Более 200 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. А сейчас остановимся на конкретных происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Неделя у спасателей выдалась жаркой. Так в ночь на среду жители Ленинского района сообщили огнеборцам о загорании неэксплуатируемого здания на улице Велозаводской. Оперативно прибывшие работники МЧС констатировали горение деревянных конструкций строения и мусора, находящегося в большом количестве. Интересен тот факт, что доступ вовнутрь был ограничен частично, и любой желающий мог беспрепятственно проникнуть в дом. Что, собственно, кто-то и сделал, на что указало множество признаков. А учитывая, что строение не было электрифицировано, можно определить и наиболее вероятные причины возгорания. Неосторожное обращение с огнем или даже поджог. Хочется отметить и один автопожар, произошедший в среду днем на улице Кульман. Действия разворачивались по давно известному сценарию. Автомобиль стоит на парковке и крайне неожиданно начинает дымиться. Конечно, вероятнее всего, это короткое замыкание. Кто-то вызывает МЧС, но потом очевидцы понимают, что их бездействие может уничтожить Мерседес. И тогда в помощь женщине, приехавшей на этом автомобиле, приходят те самые очевидцы и предотвращают горение еще до приезда профессионалов. Работникам МЧС осталось лишь поблагодарить отзывчивых людей и вернуться в подразделение. Минск чрезвычайный. Конец рабочей недели стал крайне трагичным. В обед четверга взволнованные распространяющимся дымом по подъезду жителей дома номер 80 по улице Сурганова сообщили в МЧС о возможном развивающемся пожаре. И их опасения подтвердились, когда огнеборцы определили квартиру, из которой этот дым исходил. Дверь была заперта, и никто не открывал. Спасатели немедля вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента Халматра и увидели горящую мебель в жилой комнате. В этой же комнате в бессознательном состоянии находился и хозяин-пенсионер. Чуть позже, после проведения реанимационных мероприятий, была констатирована смерть мужчины. Обследование квартиры показало, что вероятная причина трагедии – короткое замыкание электропроводки. Почти ровно через сутки столичные спасатели получили сообщение о вырывающихся клубах дыма из квартиры девятиэтажки по улице Авиации. Прибыв к месту, огнеборцы незамедлительно проникли в горячую квартиру на шестом этаже, так как, по информации от соседей, в квартире мог находиться человек. Пробираясь сквозь толщу дыма, заполнившего квартиру, в горячей комнате спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины. Как позже выяснилось, это был хозяин квартиры. 1955 года рождения. Из-за распространившегося дыма в соседние квартиры возникла угроза жизни их постояльцам. А так как лестничную клетку плотно затянуло удушающим дымом, помощь потребовалась десяти жильцам вышележащих квартир. Их работники МЧС спасли с помощью аппаратов на сжатом воздухе. Еще пятерых спасателей эвакуировали из квартир, расположенных ниже. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего. Минск чрезвычайно. Хотелось бы рассказать об инциденте, произошедшем в воскресенье. Утром выходного дня спасатели приняли звонок от взволнованной матери. У ее двухгодовалого ребенка указательный палец правой руки застрял в отверстии пластмассовой точилки. Работникам МЧС не составило труда извлечь палец ребенка из пластмассовой ловушки. Но, приводя в пример этот случай, хотелось бы напомнить родителям о более бдительном отношении к своим детям. Даже если вы находитесь дома с ребенком, это не дает гарантии, что с ним ничего не может произойти. Тем более не оставляйте детей одних без присмотра. С 15 октября по 2 ноября в столице проходит республиканская пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе». В период проведения акции работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов и семьи с детьми. Кроме этого, каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилища. Вот такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. А я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. В эфире был Александр Попко. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.